В посёлок Инголь Красноярского края гостей привело необычное письмо. Вот такие подарки автор попросил у Деда Мороза не для себя, а для соседских ребят, которые всегда хотели иметь велосипеды. Заветную мечту четвероклассника Ярослава Ерезану исполнили представители российских железных дорог. Будешь летом гонять? Мои дети теперь с тех пор начнут верить, что на самом деле существуют чудеса. Под Новый год происходят чудеса и добро вознаграждается. Дед Мороз отправил подарок и для Ярослава – тренировочную игровую форму футболиста. Её вручили генеральные партнёры конкурса, в том числе представитель российского клуба «Локомотив». Будешь тренироваться? Штанишки для тренировок и, соответственно, форма для игры. Когда ему сейчас подарили эту форму, полностью обмундирование для футболиста, то мне было очень приятно. И вот такая радость, которую мы доставляем детям, а это дорогого стоит. Подарок Ярославу пришёлся в пору, но мальчика ждал ещё один сюрприз – сертификат на посещение одной из игр в чемпионате России по футболу. Скоро победитель конкурса поедет в столицу. Я очень сильно доволен, что мне дали сертификат на матч. Для нас это вообще вот такое сюрпризище. Мы теперь Новый год не ждём. Вот этот день был самым главным для нас. В конкурсе «Мечте навстречу» отличились ещё два ученика школы номер 47, шефом которой является компания «РЖД». В торжественной обстановке одному из авторов письма девятикласснику Руслану вручили паяльный набор. Он понадобится юноше во время работы над проектом модернизации рельсопильного станка. Светлана Корцева в будущем хочет стать стюардессой, а для этого необходим учебный курс английского. Организаторы конкурса исполнили мечты детей. Александр Ловицкий, Фейля Шарыпова. Новости.